Большая работа проводится в нашем районе для создания в образовательных учреждениях комфортных условий и перевода школ на обучение в одну смену. Построена и успешно работает 12-я школа, где обучаются 1400 учащихся. Введен в строй дополнительный корпус в 18-й школе. Несколько дополнительных кабинетов открыто в 17-й школе. И на этом никто не собирается останавливаться. Дополнительный корпус с пяти учебными кабинетами вскоре получит 5-я городская школа. В этом здании, которому уже более века идет серьезный ремонт, здание старинное, но имеет крепкие стены и фундамент, прочную и красивую кирпичную кладку. К Новому году оно полностью преобразится. Здесь будет практически все обновлено, от инженерных сетей до кровли. Зданию все-таки 110 лет, мы это тоже учитываем. На сегодняшний день у нас произведены работы по очистке фасада, то есть мы делаем, так скажем, под старинный стиль, делаем реконструкцию. Вот, внутренние работы у нас, все демонтажные работы закончены. Сейчас приступаем к заливке полов, укреплению фундамента, так как в связи с возрастом здание начинает проседать, мы делаем мощное укрепление фундамента, для того, чтобы в дальнейшем здесь было все красиво, все было прочная надежность. Подрядчики уверены, что справятся с объемом работ. Строительная фирма имеет 15-летний опыт по восстановлению и реконструкции зданий. Строители выровняют и покрасят стены, заменят пол, сделают красивый вход. Словом, сделают все необходимое, чтобы учащимся здесь было комфортно заниматься. Директор школы Нина Катаева удовлетворена тем, как работают эти специалисты без раскачки, быстро и качественно, учитывают пожелания заказчиков. Темп работы идет в соответствии с графиком. Обещана, как вы говорите, наша мечта должна осуществиться уже к Новому году, потому что к 15 декабря строительство должно быть закончено. Конечно, государством поставлена глобальная задача, чтобы все школы были переведены в работу в одну смену, чтобы была возможность во второй половине дня заниматься с детьми плодотворно, уже внеурочной деятельностью. С вводом этого здания, которое располагает пятью комнатами, учебными комнатами, мы перейдем действительно в одну смену, потому что здесь для нас откроется новых 110 мест. Пройдет не так много времени, и у пятой школы появится еще пять предметных кабинетов с новой мебелью и современным учебным оборудованием. Это очень важное изменение к лучшему, что позволит перейти школе на обучение в одну смену. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова